Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Попадающие к нам на обзор модели Orient зачастую имеют один-два элемента, выделяющие их из общего ряда. Однако, наш сегодняшний экземпляр таких элементов имеет сразу несколько, и в итоге получились классные городские часы со спортивным уклоном. Давайте на них посмотрим поближе, артикул RA AK 0601L. Как всегда, начинаем с корпуса, который здесь нам предлагает парочку интересных моментов. Первый, это сатинированная боковая грань, хотя мы привыкли все-таки полировку здесь видеть. У Orient, да, здесь есть действительно полированная часть, но она скорее разделяет верх и бок, тогда как вот именно боковая, сама матовая, и это многим понравится, потому что знаю, недолюбливают люди полированные грани за счёт того, что когда кладёшь их на стол, эта грань царапается периодически, ну и так далее. Здесь же мы этого лишены, а точнее наоборот защищены от возникновения микроцарапин, так что очень даже практично. Второй момент интересный, это уходящие довольно резко вниз ушки, то есть они не просто слегка наклонены, а вот прямо чётко уходят вниз, достаточно глубоко, тоже это мне бросилось в глаза. Ну а так и всё по классике, комбинация обработки, головка, кстати, с защитными бортиками, головка под розовое золото исполнена, с логотипом, цвет головки под стать основной цветовой гамме всех часов, так как здесь под розовое золото и некоторые элементы сверблата сделаны, и в частности неподвижный рант, тоже комбинация обработки, 6 интересных выступов, да, он неподвижный, хотя вот эти выступы так и хочется за них покрутить, но на самом деле не получится, и сверху часы накрывает плоское минеральное стекло, оно прям значительно выпирает над уровнем ранты, где-то на миллиметр точно. Уже непосредственно под стеклом нас ожидает тёмно-синий циферблат, вообще красивая получилась, гамма синий цвет и такой медный, не так часто её встретишь, в любом случае внешний ободок, здесь мы, кстати, тоже видим и синий и медный цвет, обратите внимание, классно исполнено, ободок наклонённый, через каждые 5 минут разметка, на, собственно, основном циферблате поминутная с долями, ну и, конечно, стрелки с индексами, исполненные также под розовое золото. Довольно индекс на 12 и всё со светонакопителем, в темноте всё должно светиться очень ярко, потому что индексы мы видим толстенные, также как и стрелки. Тут я хотел бы отметить тоже пару элементов, которые бросились в глаза, достаточно любопытных. Первый элемент, это паттерн циферблата, то ли парижские гвозди он напоминает, то ли Одемар Пегье, в общем, есть что-то такое прямо знакомое до боли, но красиво, красиво, прямо вот если бы ровный циферблат исполнили, было бы не так хорошо. Здесь вот привлекает именно паттерн квадратный. И второй момент, это рамка, рамка с такими некими округлыми краями, тоже мне почему-то понравилось, исполнено тоже неплохо, белый диск выделяется, конечно, на фоне темно-синего циферблата, но не сказал бы, что это прямо такое яркое пятно, плюс-минус смотрится гармонично. Конечно, два циферблата нельзя не отметить, день недели и 24-часовая индикация. Всё потому, что здесь внутри механизм F6B22, практически то же самое, что и F6B24, мы эти механизмы уже встречали, 22 камня, 22600 полуколебаний, примерно запас хода 40 часов. Соответственно, можно подвести как это движение, так и при овощей головке. А что касается этого механизма, который мы с вами уже встречали, конечно, не раз он был, причем он используется Orient в различных коллекциях. Это и Defender, полевой стиль, мы эту модель видели, она мне, кстати, тоже очень понравилась. И три звезды, что интересно, даже в трех звездах этот механизм используют. Тоже неплохая модель, светлая. Ну и, конечно, Sun&Moon, коллекция с индикацией день-вечер, исполненной под солнце и луну. И третье поколение, четвертое у нас было. И переиздание, тоже модель уже на современный лад привлекательная. Здесь мы имеем непосредственно спорт, это уже не костюм, это динамичный образ. И, что касается настройки, тут все осталось по-прежнему. Первое положение для смены даты и дня недели, то есть день недели меняется по часовой стрелке, против дата. И во втором положении время. Тут у нас дата начинает меняться, еще до 11 вечера, ровно в 12 перещелкивается, и только потом уже подхватывается день недели, и чуть раньше трех ночи непосредственно день недели перещелкивается. По задней крышке ничего особенного, здесь все стандартно. Единственное, что водонепроницаемость 10 атмосфер, это хорошо, конечно, в часах можно даже плавать. Ну и конечно, о механизме информация и о материале корпуса. Вот и светонакопитель, я вам обещал, что он будет яркий, посмотрите, все так и есть. Под разными углами, никаких вопросов, индексы стрелки, превосходная читаемость. А вот модель на запястье, отлично села как влитая, ровно 50 миллиметров высота по краям ушек, как раз для меня. 42,6 диаметр, 12 толщина. Диаметр приличный, толщина небольшая. Браслет. Браслет интересный, он здесь такой сплющенный, я бы сказал, звенья практически плоские, совсем не толстые. Ширина этого браслета 22 миллиметра, он полностью сатинирован, даже боковые грани, что не так часто встретишь. Застежка тоже сатинированная, с кнопочками, общий обхват браслета 21 см, общий вес часов 145 граммов. Как я уже сказал, это спортивный стиль, ну и, конечно, идеальные часы для городской жизни. Не с деловыми костюмами, но вот просто футболки, рубашки, свитера, что-то такое неофициальное. Вообще, модель отлично читаема и в дневное время суток, и в ночное, и на отдыхе тоже можно использовать, отличный уровень водонепроницаемости это позволяет делать. Получилась модель интересная, во многом за счет гаммы розового золота и темно-синего цвета. Кстати, сам циферблат с квадратным паттерном, я все-таки считаю главным преимуществом этой модели, выглядит здорово. И элементы проработанные, здесь мы видим, что даже деталям внимание уделено, и поэтому и получился отличный продукт, плюс еще и с хорошим уровнем водонепроницаемости, как всегда, с отличным механизмом F6, ну и светонакопитель, конечно. Что же касается цены, вот тут не совсем все хорошо. Ориентируемся, как всегда, на цену, установленную производителем, а она составляет 36 600 рублей, то есть практически 40 тысяч. Ну, как я уже неоднократно отмечал, Orient на рынке демпингуются, есть варианты даже за 21 тысячу, что, конечно, уже очень даже привлекательно. Помимо этой цветовой гаммы, есть еще варианты, черный, белый, также есть на силиконовом ремешке черное плюс золото, и полностью черный на силиконовом ремешке. Но, пожалуй, из всех вариантов, вот именно наш сегодняшний гость, синий-желтый, мне понравился больше всего, если уж выбирать из этой линейки, то, наверное, остановиться лучше вот на них. Необычное, красивое, интересное, но исполненное хорошо, как и практически всегда у Orient. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, и если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!